Всем привет, меня зовут Роман, вы на канале Руинтрангейм и сегодня будет видео обучение игроков в доте 2. Когда я начинал делать свои ролики по пуджам всяким разным, по рике, я не знаю, какие еще ролики я выпускал, по волне я помню, выпустил, я рассказывал как вести бой именно. Но я не рассказывал о всех героев и о их способностях и так далее. В доте можно выбрать вкладку обучения, она находится вот здесь вверху и она показывает вам всех героев в доте 2. Всего есть три класса героев, это за силу, за ловкость и за интеллект. Силачами являются очень сильные герои, они могут выдержать крайне много физического и магического урона. Обычными силачами являются танки типа из Шейкера, Акса, Санкинга, из Лордара и остальных. Также за силу есть и персонажи-саппорты, это Висп, он же Йоу, недавно переименованный, и Свен, который может использоваться как саппорт. Ну, также есть хорошие, отличные, я сказал бы, саппорты, это Омни Найт, Тренд Протекшн и Шейкер, Тайт Хантер, Андаинг. Так, вот он. Они помогают очень хорошо стоять на линии и с ними, в принципе, легко выживать ловкачам, у них чуть позже. Ловкачи, большая свою часть, это Кэри. У них очень высокий показатель ловкости, но намного меньше показатель силы, чем у силачей. Ловкачи, это обычно всего Кэри, кроме, например, Винджиффа Олд Спирит и других некоторых персонажей. Они Кэри, и им нужно очень много денег. Самый, например, имбалансный Кэри, на мой взгляд, это Антимаг и Фантом Лансер. Герои из Интеллект. Обычно представлены саппортами и мидерами. Очень сложные для освоения, советую начинать всегда с силачей, поскольку Интеллект это довольно-таки очень сложный класс, поскольку ими надо реально играть всеми кнопками. Например, за ловкость или за силу, там есть пассивные скиллы, а, например, за Интеллект. Практически у всех нет пассивок и приходится играть. Приходится тыкать, короче, на клавишу. Теперь давайте я расскажу вам о легких и совсем сложных героях. Легкие герои, я их считаю, в принципе, это герои, которыми очень просто уйти от врага и просто наносить огромный дэмэдж в файтах, например. Простыми героями я считаю Дрову Рейнджер. Вот эта девушка. Также я считаю довольно-таки простым героем это Урсу, Снайпера, Рикки и Баунти Хантера. Поскольку у них, у каждого есть инвиз, у тракса есть очень высокий урон, плюс еще замедление. У Снайпера есть пассивки, которые его спасают. И вот. Сложными героями я считаю всех саппортов, в принципе, ну кроме Свена, поскольку это наполовину саппорт, он может быть кэрри. Я считаю сложными всех саппортов, в принципе, и некоторых миддеров. Типа Пуджа, Шторм Спирита, Пака, Зевса и других. Теперь давайте поговорим о самой игре. Как только вы зашли в бой, а я выбрал Антимага, это очень хороший кей-герой, вам можно купить некоторые предметы. Заходим в лавку, это в русской версии доты, или в шоп, в английской версии доты. Лавка располагается в правом нижнем углу. Или можно нажать вот сюда, на этого человечка. Нажимаем. И вы смотрите закупки. Начальные предметы для ранней игры, основные по ситуации. А когда я начинал играть на самом деле, то я нихера не понимал, зачем нужны начальные предметы для ранней, основные и по ситуации. Я всегда покупал обычно, если я иду на мидботл и не парился. Но это неправильно на самом деле, так делают только дебилы. Так что вот. Если вы идете в сложную линию, старайтесь запастись побольше еды, то есть танго и хилинг слейф. Если вы играете в CM мод, то покупайте какие-нибудь другие предметы, там не знаю, стоншилд, там если вы играете, например, лондруидом, ему там амгрейдить сразу в порманшилд, и чтобы вам саппорты докупили вот эту самую еду. Но если вы играете один, и например на антимагике, как для примера, то в любом случае вы покупаете как минимум танго, хилинг слейф. Потом вы думаете, покупать ли вам кларити или не стоит. Если вы идете на линию персов, которые очень сильно потребляют ману, то есть у него все обильные скиллы потребляют ману, например, Зевса, Пуджа, Пудж очень много хукает, в принципе, то покупайте. Если же у вас персонаж не потребляет ману, и он милишный, то есть бьет ближней атакой, то покупайте ему стоншилд. Если же оранжевый, то бьет дальней атакой. Покупайте ему предмет на ловкость или на урон, типа Блэдовс Атакс или Слиппер оф Агилити. Если ваш персонаж это за интеллект, то покупайте ему Манту оф Интеллигенц. В принципе, закупы могут варьироваться, куда вы, смотря, идете, на какую линию, кем вы персом играете, это очень важно, и по личным предпочтениям. Лично я люблю за антиманга покупать ему стандартные предметы все, поскольку эти предметы, потом я их, они очень мне сильно помогают, я танго быстро съедаю, как и Хеллинг Слэв, если меня очень больно бьют. Из стоншилда делаю пурменшилд, который вам увеличивает урон, потом покупаю себе персеверанса, и из персеверанса делаю баттлфури. Теперь давайте я покажу вам, для примера, закуп для саппорта. Для примера я взял Эншента Апарэйшена, очень сложного саппорта для новичков. Первым делом, тут начальные закупы, в принципе, очень сильно смущают, да, видите, очень много кларити, там, танго и Хеллинг Слэвов. Я лично покупаю обычно на линию, так, танго, один Хеллинг Слэв, а вот это одну, и покупаю Курьера. И потом еще можно купить, еще, не знаю, танго какую-нибудь, и все, и идти на линию с девяти танго, например, в сложную, если вы там идете саппортить какую-нибудь кэри. Так что вот, если же вам дали какую-нибудь голду, то вы можете, если вас забавили танго в С-моде, например, да, то вы можете вместо танго купить себе ворды спокойно, и идти их расставлять на аруны. Так что вот, но обычно должны саппорты, если вот, как бы, так, для начала хорошие саппорты должны купить вначале Курьера, апгрейдить Курьера, то есть сделать его летающим, а летающий Курьер передает быстрее предметы, и потом покупать ворды для Вижена, обсервер, ворды, и центри ворды, они вот такие вот синие, чтобы видеть и героев, которые под инвизом, то есть под инвизабилити. Или в невидимости, для кого удобнее. Так что вот, давайте расскажу, как работает этот вард. В центре понятно, как работает, что он только инвизиров видит, да? Хотя я еще сделаю немножко, схитрю, так, сделаю, куплю еще все центри. Обсервер вард работает. Вы его ставите, например, на какую-нибудь зону, которая не видена. Вот, да, сейчас я втыкну, да? Например, на этот хайграунд. Эта зона будет видима. Видите, какое расстояние мы можем видеть, да? Очень большое. В центре же вард, он не на большое расстояние видит, на крайне маленькое, только почему-то я не увижу его рейнджа. Не на такое большое, как, например, обсервер, но он позволяет видеть героев под инвизом. Надеюсь, вы поняли. Ну, а если тебе понравилось видео, обучение новичков в Доте 2, то ставь под роликом лайки, оставляй комментарии, распространяй видео в социальные сети, типа ВКонтакте, Фейсбука и Твиттера. Ну, и пишите, что вы хотите узнать. У меня, в принципе, очень много идей, что я могу донести до вас. И на этом у меня все. Удачи, пока. До новых встреч. Нагибайте, карайте. И главное, не нубите в Доте 2. Удачи. Продолжение следует.